Здание правительства Алтайского края. Скоро эти окна заменят на бронированные, а по всему периметру установят дополнительные камеры видеонаблюдения и шлагбаумы. Все это будет стоить 48 миллионов рублей. Так чиновников хотят защитить от терроризма. Об этом уже написали в СМИ, но на этот счет у нас возникли вопросы. Нам действительно стало интересно узнать, были ли вообще теракты, покушались ли на жизнь чиновников из Голубого дома. Поэтому мы отправили официальный запрос в ФСБ и в правительство. Как оказалось, все это государственная тайна. Я думаю, что так просто на них не нападешь. Все равно там и охрана, и все у них. В отличие от школьников, где сидит какая-нибудь бабушка. Дай бог, что они выделены, потому что мы живем довольно в сложное время. Я тут давно живу. И я вообще не слышала, чтобы город Барнаул был таким опасным местом. Я нисколько не получил. А слышали вообще о нападениях на чиновников? 10 лет назад, 20 лет назад. Наверное, давно это сильно было. То, что нападение на чиновников – это государственная тайна, такой ответ звучит логично. Если покушение в заправду было, и я, как журналист, расскажу все в деталях, то кто-то может провести работу над ошибками. А здесь важно подчеркнуть – не я, не телеканал «Толк» не хочет чьей-то смерти. Но вот, что нам сказали ФСБ. В апреле этого года здание правительства Алтайского края включено в единый перечень мест массового пребывания людей. Из-за чего вступает в силу постановление правительства страны от 2015 года антитеррористическая защищенность. 20 сентября прошлого года студенты Пермского университета спасаются бегством. Они знают, что жертвы уже есть. Потом об этом узнает и вся страна. Убиты 6 человек, а охранник подстрелен. 11 мая, Казань. Родители слышат выстрелы и пытаются попасть в школу. Подстрелив двух учителей, выпускник убил семерых школьников. Это 129-й лицей. Не как журналиста, а как человек я могу зайти на территорию школы, пройти сквозь шлагбаум, оставив оператора здесь. Нам хочется узнать, как выглядит здесь охранник. Но справедливости ради, два года назад я здесь была, снимала ЕГЭ. Тогда, конечно, я не видела, как тут все охраняется. Но я познакомилась с директором. И хочу сказать, что к нему претензий быть никаких не должно. Потому что он, как и учителя, все возможное делает для безопасности и для лучшего образования своих школьников. Ну вы прям по камерам смотрите. Ну как же. Вижу каждую клеточку и каждый класс. Сколько лет уже охранником работаете? Год. Год. Ну то есть вышли на пенсию и получили. Получается, вышли на пенсию и сюда пришли. А не выживет! Моя красавица! После апрельской трагедии в Ульяновске, где стрелок убил троих в детском саду, в Алтайском крае начались неплановые проверки. Об этом в интервью телеканал «Толк» рассказал жампредседателя комитета по образованию Барнаула Василий Губанов. Мужчина и сегодня ответственен за обеспечение деятельности учреждений. Тогда всем стало понятно. На безопасность детей чиновники выделят деньги. На этот раз этому уделят еще больше внимания. На сегодняшний день запланирована замена видеонаблюдения, добавление видеонаблюдения. 7 миллионов – это видеонаблюдение. Получается, 6 миллионов – это у нас кнопка тревожной сигнализации и порядка 7 миллионов на противопожарную сигнализацию. После интервью в комитете по образованию уточнили, что на тревожную кнопку выделили 2 миллиона рублей. Деньги на защиту регионального правительства выделяются раз в 10 лет. Школы и вузы защищаются по программе ежегодно. Когда Евдокимов в свое время запретил свободный проход в администрацию края, поставил турникет и охрану, люди тоже были возмущены. Он это сделал, потому что пришло постановление из федерального центра, как и сейчас. Значит, защита нашего правительства – это постановление из Москвы. Но в последние годы ленты пестрят о том, что стрелки идут сюда, в университеты и школы. Потому мне не составило труда найти студентку, которую могли убить. Настя учится в Первомском университете. Тогда она еще была на третьем курсе. И ей повезло. Вместе с однокурсниками они уехали на фестиваль. Я сначала подумала, что это фейк. Первая моя мысль была. И подумала, что это неправда, этого не может быть. То есть вспомнила Казань. Ты можешь вспомнить, кто был в охране? Это пожилой мужчина был? Насколько я помню, да. У них, кстати, все охранники выжили. То есть они получили травмы. Но жертвы – это только студенты и один педагог. Вообще был шанс. Первый же выстрел произошел на улице. И по камерам можно было увидеть, что идет парень в маске, с ружьем. Если верить СМИ, то охранник даже не нажал тревожную кнопку. Это, очевидно, вызывает, должно вызвать вопросы. То есть это не какой-то там нож, который можно куда-то отправить. Это огромное ружье. Но ни у кого не возникло никаких вопросов на проходной. Ни по каким камерам никто ничего не посмотрел. То есть, да, среагировали вообще только из-за того, что рядом, по счастливой случайности, оказались грифники, которые были обучены, что нужно делать в такой ситуации. Когда ты оказалась в университете, то что испытала? У меня была очень сильная истерика в тот момент. Слезы лились. Я не могла это остановить. В моем корпусе силуфаки сидела только женщина просто, которая записывала пропуска тем, у кого нет студенческого. Сейчас еще поставили стол с охранником. Поймите правильно. Мы не предлагаем сделать здесь колонию строгого режима. Нет. Мы хотим, чтобы здесь была охрана, которая правда могла бы противостоять психически больным людям. Сейчас власти предлагают разные меры защиты. Но знаете, у правительства края охрана тут же выходит и спрашивает, кто ты и что вы тут, например, снимаете. То есть они в течение пары минут реагируют на то, что им кажется подозрительным. Больше говорить ничего не будем. Делайте выводы сами.